Автор Энтони Дор. Книга называется «Весь невидимый нам свет». Ну почему я хочу сказать о ней? Потому что тема больная. Значит, главные герои слепая французская девочка и немецкий мальчик. Вот, да. И значит, книга, она не имеет такой линейный, скажем, сюжет, а возвращается то в 41-й год, то в 44-й год. Вот, в общем, и эти дети, вроде бы, как бы рассказываются отдельно о ней, о нем, но в конце они встретятся. В общем, в чем эта книжка интересна? Просто, ну, так как, собственно, наша библиотека, это для слепых библиотек, значит, эта девочка, в общем, прослеживается, что как она ослепла, первые ощущения ее вот в таком состоянии, да, и вот первая фраза, у нее, когда спросили все-таки, что же такое слепота, она написала, это там, где должна быть стена, руки проваливаются в пустоту. И там очень много вот таких вот интересных моментов. Значит, она жила с папой, папа ей сделал полностью, это она в Париже жила, макет их улицы и близлежащих улиц. То есть она прежде, чем выйти на улицу, он, значит, ее заставила, она пальчиками и все, по этому макету прошла. Ну, то есть очень много таких интересных моментов. Отец, когда ее кормил, рассказал ей, что тарелка, представляешь, что это циферблат, что котлетка у тебя лежит на троечке, салатик у тебя лежит на девяточке, где время, в общем, вот так вот приучал девочкам. Значит, потом, ну вот еще что вот тоже вот я Диме рассказывала, интересно, она, значит, тоже училась читать Брайлю, отец уже в то время тоже все приносил книжки, она что читала с ними, что-то, ну, приключенческую книжку. И интересно было, что она вот эти большие книги все время, она их читала на животе. Вот она вот, мы как-то привыкли, Леша на животе читала вот все время. Ну, правильно, правильно, большая книга, она ее положена. Ну, не знаю, мы, так сказать, попробовали, но очень это неудобно. А это дело привычки. Да, да, да. В общем, если эта книжка будет, друзья, я всем предлагаю. Я вам скажу лучше. Значит, эта книга, во-первых, сейчас она уже приобретена, но только мы ее вот только сумели закупить, потому что там денежку мы нам немножечко дали. Она приобретена в плоскопечатном обыкновенном периоде. Но дело в том, что ее взяли еще раньше, и Татьяна Викторовна, наш диктор, ее озвучивает, чтобы она была в звуковом формате. Так что эта книга будет, и вы ее прочитаете. Всем, кто будет интересно, кто заинтересовался, прочитайте. Книга действительно интересная. Интересная даже, я хочу сказать, в плане для родителей, которые могут своему ребенку слепому объяснить вот этот мир, да, на уровне ощущений и вот этого вот восприятия такого вот как бы воображаемого, вот та же улица, тот же циферблат, тарелки, ну и так далее. Очень полезная книга. Так что, если что, потом вы ее возьмете.